Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магаунов заявил, что на страну надвигается проблема недостачи дизельного топлива. По его словам, если сравнивать количество потребляемого диздоплива с прошлогодним уровнем, то окажется, что оно выросло на 480 тысяч тонн. Он подметил, что правительство не позаботилось о создании запаса, а просто проело все излишки. По его словам, в следующем году придется снизить цены, чтобы гарантировать импорт. Импорт за летние месяцы составил 26 тысяч тонн. Теперь мы должны импортировать 100 тысяч тонн другими методами, добавил замминистра. По первоначальному плану, Павлодарский нефтехимический завод должен был быть отремонтирован в июле. 24 июля было решено, что 24 сентября он отправится на ремонт для создания резервов. При этом, по словам замминистра, ремонт затянулся почти на два месяца. «В течение этих двух месяцев все три наших завода работали, я полагаю, производя рекордные 500 тысяч тонн дизельного топлива в месяц, но наше потребление также необычно выросло за тот же период», – сказал Магауссов. А кроме того, следует ожидать подорожание импортного дизельного топлива. «В России мы покупаем топливо, которое условно не дешевое, цены обычные и на границе они составляют около 230 тнг за литр. С учетом транспортных и прочих затрат, можно сказать, что этот дизель будет продаваться на АЗС по цене 260-270 тнг за литр», – сказал Магауссов. По его мнению, это минимальные цены, о которых могли договориться поставщики. Некоторые компании импортируют по более высокой цене, потому что ситуация в Российской Федерации не в нашу пользу, цены сейчас растут. «У них очень тесные связи с нефтью марки бренд», – добавил замминистра. Магаусов не исключил, что и в Казахстане некоторые заправки могут продавать старые запасы по более высоким ценам. Также он сообщил, что принят ряд мер для стабилизации ситуации с дефицитом дизельного топлива в стране. Поэтому вывоз дизельного топлива из Казахстана автомобильным транспортом запрещен. А кроме того, перенесены сроки планового ремонта на Тераусском НПЗ. С учетом принятых мер, а также с учетом производства дизельного топлива в октябре этого года в объеме 330 тысяч тонн и импортных поставок в объеме 80-100 тысяч тонн ожидается внутренняя стабилизация рынка, – сказал он. Замминистра добавил, что Минэнерго для оперативного мониторинга имеющихся запасов дизельного топлива поставила вопрос об оснащении всех хранилищ нефти в стране автоматическими индикаторами уровня. С помощью последнего можно контролировать уровень горюче-смазочных в режиме реального времени.